всем привет меня зовут илья и в этом видео мы с вами дорогие друзья разберемся из чего же состоит звук и тон бас-гитары из каких составных частей разберем по полочкам структурно по косточкам все это разложим и поймем из-за чего из-за чего получается этот прекрасный бархатный низкий тембр за которым мы любим наш прекрасный инструмент и я надеюсь это видео поможет вам так сказать подрасти кому надо в звуке и понять как улучшить свое звучание понять как работать над звуком и и так далее и так далее приступим друзья супер сухой максимально читаемый активный серединистый тон леса клейбала без какого-то количества обертонов мощного с довольно все сухо звучит для быстрых пассажек на миллион но секунду для слеповой техники как вы видите на данном видео отлично подходит вполне себе узнаваемый тон и ошибиться будет сложно услышав этот звук бас-гитары давайте послушаем следующего претендента сегодняшнего что мы здесь слышим дорогие друзья мы слышим супер чистый кристальный открытый тембр бас-гитары такое чувство что он играет на акустической как будто бы в гитаре настолько чистый как слеза младенца так скажем узнаваемый узнаваемый тон маркуса миллера тоже овер крутой прослушивая различную музыку и различных бас-гитаристов вы навряд ли встретите два абсолютно одинаковых тона казалось бы бас-гитара низкий звук на низах какой там какая там разница должна быть нет дорогие друзья разница большая и это связано с множеством факторов начиная от звукоизвлечения инструмента дерево рук и головы главное в голове формируется картина мира и от нее очень много зависит это видео как раз нацелено на то чтобы понять за счет чего формируется звук а как мы можем на него влиять и формировать свой собственный фирменный в том числе вы сами сможете помощью вот этих вот скажем частей работать над своим личным собственным неповторимым эксклюзивным фирменным лучшим в мире тембром бас-гитары начнем с самого начала звук электрического инструмента по типу бас-гитара или по типу электрогитара имеет довольно длинную цепочку от которой зависит итоговый тембр итоговое звучание вашего инструмента и вашего личного звучания что я имею ввиду начнем первое в цепочке это руки без них никуда второе это у нас струны они тоже очень важны третье это датчики овер важны четвертое четвертое дерево условно важно объясню почему условно дальше далее пятое это провод провод овер важен тоже кстати на звук влияет тоже элемент незаменимы в цепочке шестое это усиление то во что вы включаете вот эти шесть элементов если ничего не забыл да можно выделить вот эти шесть элементов над которой можно работать они все важны к примеру акустической гитары эта цепочка будет гораздо меньше это будет просто руки ну плюс голова конечно руки плюс голова плюс струны и плюс дерево это всего три здесь два раза больше элементов и они все влияют поэтому работа над электрическим звуком сама по себе уже сложнее и требует плюс затрат плюс энергии плюс каких-то мыслей в голове еще раз повторюсь и даже мне кажется тут можно выделить жирным маркером каждое звено вот этой цепи электрического звука очень важно даже кабель к примеру если вы купите электро гитару либо с гитару самую дешевую где будут самые дешевые датчики мыльницы просто грубо говоря заглушки самый дешевый кабель возьмете самый дешевый усилитель комбик все самое дешевое то я вас хочу расстроить у вас не будет нормального звука у вас будет просто фикция как пародия на звука какой-то какой-то звук который просто как макет звука примерно от отдали напоминающий то что должно быть поэтому все здесь важно в каждый элемент начнем с самого начала с первого звена нашей любимой цепи это руки плюс голова то что вы играете как вы играете это звукоизлечения техника очень важно и в этом кроется очень много индивидуального потому что одну и ту же партию можно сыграть абсолютно по-разному и два бас-гитариста никогда не сыграет одну и ту же партию одинаково даже по звучанию будет другой тембр это физиология длина пальцев можно сыграть плюс даже не то что ли на пальцев еще и арсенал техник можно сыграть там абсолютно по-разному одно и то же можно играть различными техниками с различной подачей с различным так скажем настроением можно играть как-то так можно играть так абсолютно разное у каждого человека своя физиология своя длина пальца своей манеры игры своя культура звука свое представление как надо звучать это все формируется годами веками формируется просмотром прослушивание музыки учением у крутых бас-гитаристов то что человек снимает что человек слушает это все отражается на его звуки здесь не вы не найдете двух абсолютно одинаковых бас-гитаристов все играется по-разному одна программа один играет так другой тоже программа будет по-другому другими техниками так далее звучать все будет абсолютно по-разному поэтому звукоизлечения это очень важно то как вы передаете музыку что вы вкладываете в ноты как вы вкладываете но могу сказать одно несмотря на то что это индивидуально должно быть уверенная игра должны быть уверенные ноты должно быть правильно звукоизлечения. Уверенное, мощное, правильное. Но это уже технические вопросы звукоизлечения. Второе звено нашей цепи – это струны. И я могу сказать одно. Не стоит недооценивать этот элемент, потому что струны очень важны. Их качество, их состояние – это реально может влиять на ваш тон, на ваш звук инструмента. И не стоит это недооценить. Еще раз скажу. В данном случае у меня стоит круглая обмотка, стальные. В последнее время я стал ставить стальные струны. Почему я так стал ставить? Потому что мне не хватает яркости. Перестал хватать яркости. Раньше я ставил никель, как обычно многие ставят никель. Но в один момент я проснулся и понял, что они звучат глухо, как для меня. И я решил поэкспериментировать. И сейчас я в последнее время, уже последний, наверное, год я ставлю стальные струны. И очень доволен. Яркие. Они, как сказать, не то что яркие, они имеют немножко рояльный оттенок, серединку интересную. В отличие от никелева. Никелев я как будто бы ставлю, и они как будто уже сразу немножко, как бы сказать, уже кто-то на них поиграл, так сказать. И они какие-то уже немножко дыхловатенькие. Поэтому в последнее время я убираю сталь. От этого много зависит. На самом деле даже то, что вы, как вы играете, может зависеть от ваших струн. Потому что отдача вот это вот при звуке. Опять же, здесь гораздо все сложнее. Есть любители, которые ставят плоскую обмотку. Будет звук более контрабасовый, более такой, менее так сказать, менее сустенистый, контрабасовый, глуховатенький звук. Некоторые любят такое. То есть, смотря какие цели, смотря какие задачи. Совершенно другой будет вообще звуковая, так скажем, философия. Совершенно другая музыка. Круглая обмотка, плоская обмотка, стальные, никелевые. Это все тоже влияет на ваше звучание. И я рекомендую попробовать разные. Попробуйте на стали, на никеле, может быть, даже полукруглую поставить, плоскую обмотку и поэкспериментировать, что подходит для вас именно, что подходит для вашей манеры игры. Может быть, вы здесь как раз найдете вот этот вот свой какой-то неповторимый тон звука. По поводу стальных. Сейчас я ставлю обычно стальные, но говорят, они едят лады быстрее. Не знаю. У меня такая манера игры. У меня никогда не было проблем никаких с ладами. Никогда они не съедались. Это смотря что играть. Может быть, если месить панкуху медиатором, мэй, беда. Но в моем случае редко у меня, когда проблемы с ладами были. Поэтому я вот сейчас пока ставлю стальные. Опять же, струны. Это тоже поле для творчества. Надоели никелевые, поставили стальные, поиграли стальные. Новый какой-то, новый оттенок, новый звук, новое какое-то ощущение от игры. Может надоесть старый. Или, но стальн мне надоест, поставлю никель опять. У меня уже в голове, так сказать, эти мыслишки уже начинают просказивать. Может быть, опять никель. И так далее. То есть, струны тоже влияют на звучание вашего инструмента. Третье звено нашей цепи, это звукосниматели. Для электрического инструмента это очень важный параметр. И я считаю, что звукосниматели должны быть качественные и хорошие. Иначе, как я уже говорил ранее, это будет фикция и не звук, а какая-то непонятная пародия на звук. Поэтому для любого электрического инструмента очень рекомендовано поставить именно хорошую электронику. Чтобы была хорошая электроника. Это очень важно. Даже дерево не так важно. Объясню, почему сейчас. Хотя для баса дерево важнее, но не по звуковым качествам, чем, например, электрогитары. Не по звуковым. О том, что тут больше натяжения, здесь больше нагрузки, поэтому здесь качество дерева скорее важно. Опять же, но не по звуковым качествам. Значит, звукосниматели, повторюсь, должны быть качественные. Они реально влияют на звук. Также стоит обратить внимание актив или пассив. Многие путают, многие думают, что там актив всегда лучше или пассив там лучше. На самом деле, ничего, ну как бы, нет такого понятия, что лучше. Каждый выбирает под себя. Просто актив дает более широкое, так скажем, поле для вашего какого-то работы с тоном, работы со звуком инструментом. Естественно, актив будет более, так скажем, гибкий в этом плане. Ну, у пассива есть свои фишки. Более винтажный звук, более простая электроника. Не надо заморачиваться. Есть ручка тона. По-моему, у меня у тона. Я ей не пользуюсь, честно скажу. Вот она. Я не пользуюсь ручкой тона. Опять же, ручка тона может тоже влиять на ваш тон. И ей многие пользуются. Но лично я никогда ей не пользуюсь. У меня всегда на максимуме. Это мое личное мнение. Я об этом говорил уже в пройдущих роликах. Те, кто меня давно смотрят, знают. Я не использую ручку тона, но есть люди, которые действительно ей пользуются. Опять же, объясню, почему я не пользуюсь. На мой взгляд, опять же, это мое мнение. Я вам не навязываю никому. Можете его не принимать абсолютно ни во что. Но это мое мнение. Это моя философия звука. Я считаю, что инструмент звучания бас-гитары должен быть всегда полноценный. А ручка тона, она срезает искусственным образом частоты. К примеру, если мы играем где-то в группе, где-то или на записи с другими инструментами и выкручиваем на максимуму ручку тона, то по естественной физике звука, по звуковой природе все верха будут съедаться. Например, тарелочками, какими-то другими инструментами среднего-высокого диапазона. И как бы это не будет слышно. Не будет вот этой вот резкости какой-то, как многим кажется. Типа, я сейчас приберу, не будет так резко. Но на самом деле, в реале, когда вы играете в группе, опять же, вот эти вот частоты, они съедаются естественным образом. Но при этом звук естественный. То есть, он не искусственно не режется. Он полноценный звук. Но при этом он правильно, он звучит правильно. То есть, с этой всей психоакустикой срезается другими инструментами. Если вы его искусственно срежете, например, он уже будет неполноценный и уже не будет правильное звучание в миксе. Но это, опять же, это мое мнение. Я его не навязываю. Я так считаю. Я так делаю. Это мое мнение. Опять же, ручка тона. Многие музыканты ее вообще даже не ставят. И у некоторых, я знаю, есть модели, которые именно какие-то именные модели инструментов, гитара или бас-гитара. Там вообще люди просто убирают эту ручку тона и все, ее нету. Только громкость, например. То есть, это говоря о том, что в моих словах есть доля, ребята, правды. То есть, ручка тона, это естественно, как сказать, неестественное срезание каких-то частот. Но звук, мне кажется, должен быть полноценным всегда. Вот так вот. У меня также есть активный инструмент. Могу показать. И в чем разница, собственно. Так, активный. Здесь первое, что бросается в глаза, не знаю, видно, не видно, должно быть видно, что здесь, и как правило, на активных инструментах нет ручки тона. Редко встречается. Я, по крайней мере, не помню, чтобы она была. Ручку тона, нашу любимую, как раз на активных инструментах заменяет эквалайзер трехполосный. Опять же, желательно актив-пассив, иметь переключение тоже иногда пригождается. Еще очень важно. Здесь в звукоснимателях важно, а если крышка или нет крышки, это тоже влияет. Крышка будет, звук более такой, более ну, теплый, что ли, не такой резкий. То есть, все-таки, как бы, крышка, естественно, магнит будет не так магнитить, через какой-то пластик и так далее. Естественно, это тоже влияет на звук в том числе. Четвертый, самый спорный, самый условный пункт, это дерево. Почему я считаю его спорным? И насколько оно вообще важно в звуке? Опять же, электрического инструмента, повторюсь, это очень важно. На самом деле, конечно же, электроника больше влияет, потому что дерево, как сказать, это очень условная вещь, даже вот по, если брать любимую деревянную теорию, там вот махагония, ольха. Ну, к примеру, взять вот этот инструмент. Здесь корпус сделан из красного дерева. Вот это вот красное дерево. Ну, написано так, махагония в спецификациях. Здесь клен, все как положено. Значит, вставочки, тут тоже есть какие-то красного дерева. Ну, опять же, красное дерево пишутся в спецификации. Ну, какое красное дерево? Никто не пишет. А очень много разновидностей, понимаете? Десятки разновидностей красного дерева. Есть там палисандры всякие, индийский, американский, черная ольха, европейская ольха. Это все относится к красному дереву. Поэтому, какое здесь красное дерево? Это непонятно абсолютно. Просто надпись красное дерево, оно само по себе ни о чем не говорит. У Гибсона может быть свое красное дерево. У, там, Вашборна свое красное дерево. У Корта свое красное дерево. Какое? Никто не пишет. Поэтому реально, как сказать, понять, какое это дерево, так вот чисто по названию дерева непонятно. Надо брать именно инструмент в руки и слушать. Он должен звучать сам по себе без подключения. Вот как этот. Он звучит уже у меня в руках. Даже не подключая. Уже по ощущениям понимать, качественно или не качественно. Поэтому в плане звука, я еще раз повторюсь, дерево очень условную роль играет сейчас. Особенно в последнее время. И электроника в этом плане гораздо важнее. В 2021 году электроника все-таки поважнее, ребят. Как ни крути. Пятое звено нашей цепи это гитарный кабель. Гитарная коммутация. Как я уже говорил, это очень важно. И не стоит в этом параметре экономить. Точно так же, как и со звукоснимателями. Не стоит экономить. Плохой кабель способен испортить звучание любой, даже очень хорошей гитары, любого усилителя, любого оборудования. Просто все испортить на корню. Поэтому здесь я рекомендую лично. Я не спец, я не инженер. Есть много параметров. Но лично для себя я могу сказать, что не стоит выбирать самые дешевые. Стоит взять по качеству, с хорошими разъемами, с хорошей, там, желательно медной какой-нибудь экранировкой. Для дома не больше 6-5 метров, потому что инструментальный кабель имеет свойство насасывать помехи. и длинный кабель неприемлемый. Это же не микрофонный, а соответственно микрофонный может там с этим бороться. Инструментальный нет. Поэтому не больше 5 метров, хорошего качества. Точно так же, как и с датчиками, это не стоит на этом экономить. Чем лучше кабель будет, тем лучше будет звук. Последний, наконец-то последний, дождались. Последнее звено нашей цепи это усиление. Комбик, усилитель, предусилитель, колонка. То, куда вы втыкаете. Тоже важно. Тоже очень важно. У меня есть отдельное видео на эту тему. Кстати, оставлю ссылочку, оставлю подсказочку. Переходите. Я там подробно рассказываю, как настраивать, как вообще подходить, как выбирать комбик для дома, для выступлений. Вполне себе вроде бы адекватное видео, как мне кажется, получилось. В общем, зацените обязательно. По поводу настройки. Опять же, комбик влияет очень сильно на звук, потому что там находится предусилитель, который формирует тон звука, который подготавливает вот этот сигнал перед тем, как он пойдет на колонку. Естественно, это важно. То, как он работает с частотами, какой там предусилитель, какой фирмы и так далее, и так далее. Опять же, у меня есть свой принцип, который я пользуюсь, и в этом видео, которое я порекомендовал, я о нем говорю, об этом способе, как я настраиваю комбик. Желательно, чтобы изначально все ставило в ноль. То есть, я ставлю даже на домашнем своем комбике все параметры на 12 часов, все посередине. И уже, если я чувствую, что мне нужно где-то подкорректировать частоты, где-то мне чего-то не хватает, опять же, какой-то там, ну не знаю, там середины не хватает, или очень звенит, или наоборот глухой звук, можно подкорректировать это именно предусилителем. Но, опять же, я пользуюсь предусилителем очень в крайних случаях. И не очень понимаю, когда вот используют именно, начинают какие-то там суперсхемы накручивания, вот это для этого звука, это для этого, там какие-то замороченные схемы, там все крутится на 360 градусов. Я этого не понимаю, и у меня всегда на 12 часов я уже там делаю то, что мне надо руками, опять же, если надо поглуши, играем мьютом там, и так далее. То есть, я уже стараюсь звукоизлечением добиваться того, что я хочу именно головой и звуком. То, что игра как игра, лишь в последнюю очередь, когда уже ничего не помогает, уже реально там, может быть, не знаю, гитара плохого качества, или струны там уже устали, умерли давно, и не звучат, можно где-то подкорректировать, серединку добавить, что-то не хватает, бубнит, так далее, так далее. Это все можно именно преампом подстроить. Вот. И, естественно, усиление влияет на тон гитары в конечном итоге, но не так сильно, как именно ваши руки. Не так сильно. Поэтому не стоит. Я поэтому и сказал, что я сначала начинаю с рук, потому что даже если два абсолютно одинаковых бас-гитариста сядут вот перед одним комбиком и начнут играть, один и второй, все равно будут по-разному звучат. Даже на одном и том же оборудовании это говорит о том, что совершенно разная, вообще, так скажем, культура звука, подача, разные звукоизлечения, разные вообще физиологии, пальцы разной толщины, длины, тяжесть руки, там, я не знаю, посадка, постановка, все по-другому. Поэтому даже на одном и том же усилителе будет разный звук, если будут играть разные музыканты. Опять же, поэтому не стоит переоценивать усилитель именно как лично. Опять же, это мое мнение, то, что хорошо для меня, не значит, что хорошо для вас. Опять же, я использую в крайний случай где-то что-то подкорректировать. Вот, что касается усилителя. Итак, дорогие друзья, будем заканчивать. Все, шесть пунктов, разобрали мы их по полочкам. Все то, что влияет реально на звук, на наш тон гитары, на наш крутой, неповторимый, фирменный звук. Мы все это разобрали. Мне интересно, напишите в комментариях, кстати, вот мне реально интересно, как вы выбираете провод, как вы покупаете кабель для гитары, на какие параметры смотрите. Я знаю, там есть емкость, там сопротивление. Как вы смотрите, как вы это подбираете. Может быть, есть спецы, напишите профи в чате. Например, если активная электроника или пассивная электроника у гитары, в чем отличие выбора кабеля, если в этом параметре, в этом контексте смотреть, тип электроники и так далее. Напишите, я почитаю, мне интересно, я в этом плане нуб, я не очень разбираюсь в этом, ну как сказать, не инженер поэтому мне это интересно, может быть что-то для себя новое открою. Вот, дорогие друзья все, спасибо за внимание, подписывайтесь обязательно на канал, пишите комментарии, заходите на мои соцсети, в общем всем любовь, доброта, всем пока